Здравствуйте! В эфире новости спорта. Программа о ярких спортивных событиях и достижениях. Сегодня мы находимся в спортивной школе Арктика. Еще совсем недавно эта ледовая арена пылала. В хоккейной баталии сошлись мураленковская команда Серварка с северными вождями из Ноябрьска. Как это было? Смотрим! На ледовой арене кипят нешуточные страсти. Несмотря на то, что это товарищеская встреча, команды настроены серьезно. Уступать не в правилах хоккеистов. Борьба идет за каждый сантиметр, но гости из Ноябрьска перехватывают инициативу с самого начала. Первый период заканчивается со счетом 2-5 в пользу северных вождей. В первом периоде мы сильно проваривались, потому что мандраж был какой-то перед игрой. Не знаю, они собраны. Каждый тащил игру на себя. В раздевалке тренер нам сказал, что парни, вы на тренировках гораздо лучше себя показываете. Играйте в свой хоккей, каждый на своих местах. В принципе, первую половину второго периода мы начали в свой хоккей играть. И результат был очевиден. Вперед наших хоккеистов гонят и болельщики. На трибунах мальчишки, которые занимаются этим видом спорта. Поддержать муравленковскую команду они пришли вместе с родителями. Я пришел сюда, в муравленку, поболеть, чтобы она побивала много голов. Это очень важные встречи. Нужно побольше проводить в нашем городе с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения к занятию хоккеем молодежи. Я играю в хоккей, мне очень нравится. Мы начали заниматься в этом году хоккеем, поэтому, конечно, не могли пропустить этот замечательный праздник. Пришли всей семьей. Мы занимаемся Александром Юрьевичем, нам очень нравится. Время еще есть отыграться. Я честно думаю, что наши победят 70%, а они тоже 70%. Ну, можно сказать, 50 на 50. Благодаря поддержке и правильному настрою серварку удается отыграть несколько шайб. В начале третьего периода муравленковцы сравнивают счет 6-6, но северные вожди оказываются сильнее. Итоговый счет 7-8 в пользу гостей. Наша команда показала себя на оценку удовлетворительно, могли лучше, много не забили, много провалов в защите. Но, опять же, это сказывается результат тренировочных процессов, который у нас, в принципе, хороший, но у нас нет игровой практики. Для серварка это первая игра в новом составе. Команде необходимо сыграться и почувствовать друг друга. Для этого планируют провести целый ряд товарищеских встреч. Потихонечку в планах с руководством обсуждали. Набирать будем еще людей, чтобы команду скомпоновать, укрепить ее. Сейчас уже, слава богу, есть у нас ледовые, шикарные. Будем и выезжать, конечно. Сейчас уже сыгрывается команда. Все будет нормально, наладим. Это первая игра. Битва титанов. Как прошли чемпионаты первенства округа по пауэрлифтингу. Дорогу добра. К спорту муравленковцы приобщаются с детства. Чемпионат по самбо. В городе пройдут окружные соревнования. К спорту муравленковцы приобщаются с детства. Основные дисциплины малыши познают играючи. На спортивном празднике для дошколят 11 команд соревновались в быстроте, выносливости и ловкости. Малыши попробовали свои силы в семи упражнениях. Каждый ребенок старался прийти к финишу первым. Самое сложное было обводить мячик. Самое интересное было дом строить. Мне понравилось играть в футбол, собирать яблоки и кататься на самокате. Самое сложное обводить мячик, а больше всего понравилось красить забор. Мне понравилось, что я собираю яблоки и передаю. По накалу эмоций соревнования не уступали состязаниям взрослых. За участников активно болели родители. Учитель – хорошая организация. Всем большое спасибо за кучу эмоций, которые они доставляют нам. На самом высоком уровне все организовано, все очень хорошо. Интересные конкурсы, ребятам весело. Мероприятие очень полезное и нужное. В наше время особенно учить детей добру. Идеи очень хорошие. Мероприятие подготовлено, считаю, достаточно в высоком уровне. Традиционный спортивный праздник для дошкольников в этом году посвятили году волонтера и присвоили девиз «Дорогу добра». Все команды за активное участие награждены грамотами и призами. Мне с трудом удается поднять 20 килограмм. А вот для ямальских титанов это пустяк. Самые сильные атлеты региона в очередной раз доказали, что они способны на большее. Подробнее в следующем сюжете. Город Муравленко вновь принимает атлетов со всего округа. Битва сильнейших проходит уже восьмой год подряд. Первенство и чемпионат посвящены памяти знаменитого тренера Эдуарда Фарсунова. Мы всегда рады видеть гостей из других городов и районов Ямала и надеемся, что в следующий раз их будет гораздо больше. Я желаю всем спортсменам, всем участникам соревнований, конечно же, в первую очередь победы, успешных соревнований. Пусть победит сильнейший. Пауэрлифтинг сегодня спорт не только для юношей. Представительницы слабого пола выступают наравне с мужчинами, но в своей женской категории. На помосте они борются с килограммами и, главное, с самими собой. Кристина Никифорова представляет Муравленко. Пауэрлифтинг – это прежде всего возможность проверить собственные силы, говорит девушка. В приседании со штангой она взяла 87,5 килограмм. Самое главное – это тренировки, это тяжелый труд, это правильное питание, безусловно, потому что без питания ничего, к сожалению, не выйдет. У каждого из спортсменов своя история знакомства с пауэрлифтингом. К примеру, спортсменка из Ноябрьска Анна Горячева поначалу хотела подтянуть фигуру. Ну, я пришла просто, как, наверное, все, просто в зал привести фигуру в порядок, но потом как-то захлестнула волна, попробовать поподнимать больше, что смогу. И вот на этой волне, наверное, и пауэрлифтинг выбрала. 137 участников соревнований представляют 6 муниципалитетов. 35 спортсменов защищают честь Муравленко. Сегодня у нас выступают девушки. Сейчас, на данный момент, выступают все весовые категории, включительно до 57-й категории. Второй группой будут уже участвовать девушки уже 63-й категории, 72-й, 84-й и свыше 84-х. За выступлением своих спортсменов внимательно следят тренеры. Для них высокие результаты воспитанников – лучшая награда. Ливон Тавакалов начинал спортивную карьеру в Муравленко. Сейчас тренирует атлетов Ноябрьска. Интересный вид спорта, зрелищный, красивый. Но можно заниматься достаточно долго, до возних лет. Самым зрелищным был последний день состязаний. Свою силу демонстрировали титаны в весовой категории до 120 килограмм и выше. По итогам трех соревновательных дней у муравленковских спортсменов абсолютное лидерство среди девушек у Дианы Гловской, среди ветеранов у Розы Пинчук. В командном первенстве муравленковские спортсмены шесть раз поднимались на пьедестал почета, занимая третью позицию. Муравленко готовится к проведению окружного чемпионата по самбо. Турнир посвящен Нью Героев Отечества и памяти сотрудников ФСБ, погибших при освобождении заложников в Беслане. Соревнования стартуют 7 декабря и будут проходить в течение двух дней в Центре спорта Муравленко. Ожидается приезд 11 сборных. Выступать участники будут в трех возрастных и 18 весовых категориях. В этом году у нас принимает участие более 100 человек. Это традиционно те города, которые занимаются самбо на Ямало-Нинецком автономном округе. И также мы приглашаем Ханты-Мансийский автономный округ. Четыре города из Ханты-Мансийского автономного округа. Их команды тоже приезжают. Также мы приглашаем города Тюмень и город Курган. Золото за все токан. Как прошли соревнования по восточным единоборствам. На Даянге до победы. Турнир фатхэквондо объединил 50 участников. Торжество красоты и грации. Гимнастки Муравленко готовятся к Кубку Янао. Ярко заявляют о себе жители нашего города и в других спортивных направлениях. На открытом первенстве округа по карате наши ребята завоевали золото в общекомандном зачете. О технике боя и многом другом в следующем сюжете. В центре спорта Муравленко собрались сильнейшие каратисты. Здесь проходит открытое первенство Ямала по восточному единоборству в дисциплине Сетакан. Технику боя готовы показать не только ямальские спортсмены, но и команды из Барнаула и Красноярска. Всего около 120 бойцов. Вы имеете возможность показать себя, показать пример здорового образа жизни, крепкого здоровья. Надеемся, что не в этих соревнованиях вы сможете показать хорошую подготовку. Продемонстрировать эки и уважение противников. И всегда будете помнить, что противники вы только на площадках. 23-е открытое первенство – это начальный этап отбора в состав детско-юношеской сборной Ямала и возможность представлять регион на общероссийском и международном уровнях. Амиль Гафаров занимается дисциплиной Сетакан уже не первый год. В его копилке уже не одно призовое место. На хороший результат надеется и сегодня. Я люблю наш спорт за то, что там надо проявлять свою скорость, точность, силу, волю и терпение. На этих соревнованиях я хочу стать первым, чтобы доказать, что я достоин сборной Ямала. Свой настрой спортсмен оправдывает делом. По итогам соревнований ему присуждают победу в номинации «Лучшая техника». Каратисты соревнуются в двух дисциплинах. Кота – это комплексы приемов, и кумите – поединок с реальным соперником. Для каждого из них региональное первенство – серьезное и значимое событие. Это особое боевое искусство. Оно единственное в своем роде неповторимое тем, что это единственное единоборство, где проводится абсолютно весовая категория. То есть здесь встречаются ребята в одной возрастной категории. И может встретиться, грубо говоря, который весит 80 килограмм и 50 килограмм. Между ними разница будет 15 сантиметров. Абсолютная категория. В этом и уникальность и неповторимость каратэ ситакана. Самая ожидаемая и торжественная часть соревнований – награждение победителей. Несмотря на все трудности, волнения, преодоление себя и даже травмы, сегодня каждый выложился на 100%. В итоге в общекомандном зачете золотым призером стала команда «Муравлей». «Муравленко», уверенно обойдя соперников во всех дисциплинах. На втором месте каратисты «Ноябрьска». Бронза досталась сборной из города Красноярска. «Бой с тенью» – это популярное упражнение у бойцов для оттачивания своей техники. Муравленковские спортсмены показали себя в спарринге с невидимым противником. В этот раз открытое первенство города по тэквондо собрало 50 участников. Они показали навыки в комплексе упражнений, имитирующем настоящий поединок. На «Даянг» вышли спортсмены в возрасте от 6 до 18 лет. А судьи из числа более опытных воспитанников следили за правильностью выполнения блоков в стоек и нанесения ударов. «В первую очередь терпение. Во-вторых, надо стараться, слушать тренера и добиваться своей цели». Этот вид единоборств набирает популярность и с каждым годом количество участников соревнований только растет. Тренерам удалось воспитать Муравленка первого чемпиона мира Германа Ишмухаметова, который в этом году получил звание мастера спорта международного класса. У меня вот папа говорит, что заниматься, чтобы помочь каким-то людям, чтобы их не обижали. Потому что можно получить пояс и поехать на какие-нибудь соревнования. Я к этому стремлюсь. По итогам первенства в каждой возрастной категории среди юношей и девушек были определены ребята, занявшие первое, второе и третье места. Мяч, ленты, обруч – важные атрибуты мира художественной гимнастики. На открытом первенстве города юные грацы показали свои умения. Программа для новичков и для опытных спортсменок была одинаковая. Шпагат, жгут, равновесик, кувырок, колесо. Конкуренция серьезная. В данный момент в соревнованиях принимают участие 116 девочек. А эти соревнования у нас первые в этом учебном году. Мы готовимся к более крупным соревнованиям. На 11 числа мы поедем в город Ноябрьск. Затем мы готовимся ко всероссийским соревнованиям и к первенству округа в Ноябрьске. Гимнастика по-особому закаляет характер. И этот вид спорта, как и многие другие, требует полной отдачи. Тренировки строго каждый день. Грацы не дают себе поблажек. Это очень красивый вид спорта. Он вырабатывает тебе разные черты характера. И я без этого спорта не могу. Это как моя вся жизнь, поэтому без него никуда. Это все новости спорта на сегодня. О новых победах и личных рекордах узнаете в следующем выпуске. А пока занимайтесь спортом и будьте здоровы! Продолжение следует...